Здравствуйте, я Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, психолог, биохакер и автор бестселлера «Супер-женщина. Как стать здоровой, успешной и сексуальной с помощью биохакинга». И сегодня мы с вами поговорим о плюсах мягкого биохакинга и минусах жесткого биохакинга. Итак, мягкий биохакинг, как я его понимаю, как я его пропагандирую, применяю сама и учу других. Мягкий, особенно женский биохакинг – это прежде всего опережающая профилактика, то есть с помощью уникальных методов диагностики восточной медицины я достаточно точно могу предположить, каким заболеванием человек склонен провести профилактику и заболевания не возникнут. Второй момент – можно достаточно точно определить репродуктивные способности человека, как много будет у него детей, и даже продолжительность его жизни. Следующий момент – это то, что в отличие от восточной медицины, к сожалению, наша современная диспансеризация медицинская выявляет не более 5% новых нозологических форм. То есть в настоящее время основные диагнозы хронических заболеваний выставляются в порядке плановой или острой медицинской помощи, не во время диспансеризации. Следующий момент – это то, что в биохакинге сугубо индивидуальный подход. Я учитываю и конституциональный тип, и тонус вегетативной нервной системы преобладающей, и образ жизни, и семейный статус, и социальный статус, и место проживания, и экология жилища, и режим дня физической активности, и генетику. Я смотрю генетические тесты, и, конечно же, подбираю питание именно по запросу по активности и по генетике, и соответствующим показателям гормонального и метаболического статуса. Поскольку каждая скрипка звучит по-своему, я также отношусь и к людям. У меня строго индивидуальный подход, и, конечно же, это показывает великолепные результаты работы. Следующий плюс биохакинга – это, конечно же, интегративный подход. То есть мы не лечим, как в современной медицине, не разделяемся на узкие специальности и не лечим отдельные системы органов. Подход комплексный. Ну и, конечно же, обязательно учитывается связь психики и тела. Ну и в моем исполнении мягкий биохакинг – это максимально безмедикаментозное восстановление здоровья. Настолько, насколько это возможно. Каковы же минусы биохакинга? Минусы есть у жёсткого, так называемого жёсткого биохакинга, где очень активные люди, которые не хотят стареть, которые хотят быть успешными и эффективными, помогают себе и экспериментируют на себе вот в таких интересных активностях. Что применяется? Чипы, то есть вживляются чипы. Используется огромное количество гаджетов, которые производят мониторинг различных показателей тела человека и различных функций. И часто биохакеры используют очень модные, но не проверенные длительными клиническими исследованиями методы. То есть какие-то революционные методы, которые могут быть очень опасны и привести, например, к развитию онкологии. Следующий момент – это то, что таким же образом на себе тестируются и экстремальные виды физической активности, большое количество биологически активных добавок, сочетание различных фиторецептур, различных практик, в том числе приём психоактивных веществ. И, в общем-то, не всегда, не всегда эти люди получают нужный результат. Так, чаще всего он как раз приводит к определённым нарушениям. И я считаю, имея образование клинического психолога, что такой подход, жёсткий биохакинг, он либо приводит к определённым психологическим и психическим нарушениям, например, расстройство пищевого поведения или пограничное расстройство личности, и часто приводит к апохондрии. То есть человек чрезмерно в этом копается, чрезмерно этим увлечён, и забывает об обычной человеческой жизни, забывает о её радостях, то есть становится чрезмерно, можно сказать, паранояльно фиксирован на биохакинге. Это не соответствует целям человеческой жизни. Поэтому давайте будем избегать крайностей истины, как обычно, посередине. Будьте здоровы!